Добрый день! Здравствуйте! Приветствуем на канале экономических новостей ИнстаФорекс ТВ. В студии я, Екатерина Недачина. И я, Ольга Витковская. Вы смотрите комбинированный обзор фондового и валютного рынков за прошлую неделю. Какие валютные тренды наблюдались на прошлой неделе, Екатерина? Курс японской иены ослаб в пятницу. И благодаря чему? На встрече большой двадцатки Япония избежала критики ее агрессивной денежно-кредитной политики, которая способствовала быстрому обесцениванию японской валюты в течение последних двух месяцев. В ходе пятничной сессии в Нью-Йорке доллар США котировался по 93,52 иены, поднявшись с уровня четверга в 92,85 иен. В конце позапрошлой недели американская валюта стоила 92,75 иены. В попытке умерить разговоры о валютных войнах, не акцентируя при этом внимания на Японии, представители большой двадцатки заявили о намерении направить денежно-кредитную политику на достижение ценовой стабильности, а не на ослабление валют. Министр финансов Японии Тараса сказал журналистам, что он объяснил участникам встречи суть предпринятых японскими властями мер. По его словам, бюджетные расходы правительства, сверхмягкая монетарная политика Банка Японии и целевой уровень инфляции в 2% – это инструменты, призванные поправить здоровье японской экономики после продолжительной дефляции. Министр подчеркнул, что хоть эти меры и привели к ослаблению иены, оно не было их целью. Кроме того, курс евро к американскому доллару изменился незначительно – до 1,333,61 цента с отметки в 1,333,69 цента, зафиксированный в четверг в ходе североамериканской сессии. Предыдущую неделю евро закрылся со значением в 1,333,65 иен. В четверг единая валюта снижалась на фоне слабых данных по объему ВВП еврозоны за четвертый квартал. Это все о валютных трендах на Форекс. Спасибо за обзор Форекс рынка за прошлую неделю, Катерина. Пожалуйста, Ольга. А как вел себя фондовый рынок? Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно. И что воздействовало на акции? Давление на котировки оказало неопределенность в секторе розничной торговли Америки, но в то же время на рынки поступила порция позитивной экономической статистики. Во второй половине сессии котировки опускались до внутридневных минимумов, после того, как Bloomberg News сообщила о том, что глава крупнейшего представителя розничного сектора США Walmart Stores в электронном письме назвал февральский уровень продаж абсолютной катастрофой. Акции компании к закрытию сессии подешевели на 2,2%. Финансовые результаты за четвертый квартал ритейлер предоставит в четверг, 21 февраля. Кроме того, котировки Gap стали повышаться после трехдневного падения, благодаря разговорам о том, что японская компания Uniqlo может выкупить сеть магазинов одежды. Происхождение слухов неизвестно, но в среду издание The Wall Street Journal сообщило, что Uniqlo проводит агрессивную экспансию в азиатском регионе с целью укрепления своего положения относительно конкурентов, таких как Gap и Inditex, которые включают в себя такую небезызвестную марку одежды и обуви, как Zara. По итогам пятницы акции Gap прибавили в цене 5%. У меня все о фондовом рынке. Ольга, спасибо за обзор на фондовом рынке. Пожалуйста, Катерина. Вы смотрели недельный обзор Форекс и фондового рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. В студии были мы, Ольга Витковская. И Екатерина Недачина. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok